с стилем, с образом обычного человека или человека, который сейчас будет фотографировать, вы должны понимать образ в целом. Вы должны чувствовать то, о чем говорит стилист, то, о чем говорит полисмассер, и когда вы тут не в семье, то это не очень круто. Постепенно, обучившись визажу, пробуйте плести. И у кого-то получится прически, у кого-то получится плести, у кого-то получится челки резать. Можно в метре. Но это очень важно, старайтесь быть более универсальными. Хотя в определенный момент я считала, что нужно быть узким специалистом, но сейчас считаю, что нет. Потому что есть очень хорошие примеры, потому что в дерево сердце, я, правда, человек мегапрофессионал, мегапарисмахер, межа. Но он может все. Он может вас и одеть, и обувь, и накрасить, и перечисать, и вместе с вашей прической, вашей местностью, в общем-то, занять первое место, но потом будет все, что ребенка. В общем-то, почему он, на самом деле, нигде больше не накрасит, потому что он многокрасный чемпион мира, и уже просто неинтересный чемпион. Вот. Сегодня я познакомлю вас больше с профессиональной косметикой, на которой работает наша Академия Макияжа. Это косметика, которую используют визажисты, которые используют гримеры, которые используют на фото, на видео, и, конечно, в живом. Есть разные моменты, которые, в общем-то, отклоняют ту или иную продукцию, но все зависит от качества. Давайте начнем с обычной декоративной косметики, да, чтобы вы уже знаете, то есть декоративная косметика, которая продается в магазине, она иногда хорошая, иногда не очень, иногда совсем как-то не понял, что взял, зачем взял и какой цвет взял. Ну, вас всему этому учат, цветоведения, колоритики, но чем все-таки они отличаются? Как вы думаете, профессиональная косметика, а с декоративной? Тем более устойчивая, устойчивая, да, качевая. На работу с вами работают. Да, у нас есть, у нас есть тональная, как бы первое, что есть в любой косметике, это средства дематилляжа, да, подготовка лица. Направление, если есть молочко, то есть это то, что есть и на смаркетах. Дематилляж подготавливает лицо, очищает его, а потом, знаешь, что, Женя, я попрошу тебя, ты откроешь, так как кошечка на верху? Да, да, я верю. Потому что у нас много. Но в любом случае косметика вся основана на разных пигментах, да, то есть на цветовой палитре пигментов и на том, что существует все-таки, естественно, кремовая основа. Все остальное это сочетание пигментов, сочетание, естественно, еще химических пигментов вместе с качествами и некачественными кремами. Карандаш жирный, он жирный, есть там крем, есть. В нем что-то подмешанное имеет цвет, это пигмент. И еще есть остальное пудри, которое загущает, как бы, как мука, да. Чем больше этого, этой муки, тем больше, как бы, плотности того или иного продукта. Тени отличаются в декоративные объемы, декоративные только своим качеством. Хотя есть и декоративные тени, которые многие, на самом деле, используются. И используются профессионалы. Я так немножко отсяду, только для того, чтобы, на самом деле, глубже быть. Это обзор, чтобы у меня на столе с этим грабутся, сколько ухом было на глазах выглянуть. Когда мы работаем с семьями, сказать, что эти профессиональные, а эти не профессиональные, ну, можно, на самом деле, и глубоко отходить. Потому что непрофессиональная какая-то поветочка может себя отмечать. Их в ходе, ими, 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 ими. Ну, на румянах, по-моему, как вы видите, какой должен быть? Более мелким. Более крупным. Да, потому что у нас не так важно, не так важна какие-то мелкие детали накладывания цвет на свет и растяжки. То есть у нас берется такая кисточка, выкаточка вмешательная, которая делает с цветовой париточкой и наносится на румяну. То есть каких-то мелких переходов у нас нет. Чем мельче тень, сама качество тени, тем они должны лучше накладываться и вложиться на веках. Но еще зависит от качества пигмента, говорят, более пигментированные тени. Это те, которые вы чуть-чуть берете, вот они будут черные, вы берете чуть-чуть, и они такие черные, конкретные, маленькие тень. А вы берете некоторые черные, раз-раз, оно серое. Вот второй раз туда, оно все равно серое. Уже третий раз цвет, оно накладывается, он все равно серый. То есть сегмента мало, и он не очень качественный. Продукция парикбиклин, есть средства для макияжа, ну это не их родные, но в смысле родные. Есть средства базовые, базовые, которые накладываются перед, для чего нужна база. У вас уже были какие-то уроки по макияжу, да? Да, да, макияж мы уже делаем. Ну давайте тогда повторим, повторение, мое течение, для чего нужна база. Для того, чтобы меньше проникал пигмент тонального кожи лица. Что мы ровно наносился тональный крем. Что мы ровно наносился тональный крем. В любом случае, крем это крем, и он в какой-то степени проникает к нам в лицо. В принципе, мы не так уж много там чего защитим, и не так уж много чего туда может на самом деле попасть. Если вспомните, как бы, уроки биологии и анатомии, то кожа состоит из слоев. Сколько из слоев кожи? С кремом. Восемь, девочки. Любой крем проникает на первый-второй слой. И когда вам рассказывают, что коллаген проникает в углы кожи, слушайте дальше рекламу, можете идти покупать этот продукт, но поймите. Крем не проникает дальше, чем первый-второй слой кожи. Единственное, что может дать проникнуть этому крему или этому какому-то высокому коллагену и так далее, это какие-то средства типа гальваника, гальванотерапии или ультразвук. То, что позволит благодаря чему-то очень глубоко впихнуть, скажем так, этот крем. Поэтому, когда у вас есть подготовленное лицо очищенное, потом вы нанесли дневной крем, который тоже может быть базой, у вас уже защита есть. Крем уже впитался, тоненький слой остался, и его можно использовать как базу под макияж в обычный день. Вот. Но если речь идет все-таки о том, что у вас сегодня клиент, который будет, в общем-то, фотосессировать перед фотокамерой, ну, там, не знаю, какая-то фотосессия, то вам нужно что-то более стойкое, какое-то средство, которое так будет макияжу ровнее лежать, красивее лежать, и, возможно, скроить даже какие-то недостатки кожи. Потому что базы, они не только для того, чтобы лежал ровненько тональный крем, ну, да, для того, чтобы лежал ровненько тональный крем. База наносится очень тонко. Она не наносится как крем. Вот если вы знаете чувство, которое вы черпаете пальцем для тонального крема, то это одна ситуация должна быть. То есть он очень-очень тоненько наносится. Вы должны создать не пленку конкретную, а тоненькую пленочку, чтобы после нанесения базы у вас не было ощущения, что у вас уже на лице целый макияж. Потому что они достаточно по составу отличаются, чем просто, от крема. Там есть специальная его структура, позволяет все-таки выровнять эту кожу. И у увлажняющего средства, и у силикона. Девочки уже многие выделили, и вы уже, наверное, знаете о том, что они бывают двух видов, да? Какие? Видите, они под сердцем даже разные. На силиконовой основе они прозрачные такие, как, в общем-то, как силикон. И на кремовой основе увлажняющие. Питательные не делаются, потому что любой питательный крем, он идет на жирной основе, и это гарантированно жирное лицо. А самое главное, это задача базы, в общем-то, в основном, говорят, матирующая база, да? Матирующие базы все силиконовые. Они, это специальные силиконы, это не те, которые силиконы, из которых там отливают какие-то формы и так далее. Это есть, их очень много, большой спектр этих силиконов. И достаточно часто именно в косметологии используют не просто силикон какой-то там, а вытяжку из какого-то силикона. Ну, то есть, какой-то, какой-то легкий-легкий процент, для того, чтобы у меня была, например, никаких реакций. Во-вторых, известно, что силикон не дает никаких реакций с кожей, поэтому, в общем-то, их вы используете. И чтобы на индице он был легкий. Потому что вы можете купить разные, пробовать разные косметики, и вы почувствуете, что они... Вы нанесли этот силикон, и вы уже как в этом, как в маске. И так еще раз-раз, и тут смотришь, много уже и потрескало. А то я их так рукой провел, и оно все скаталось, и вы так видите, расстреливаете. Это некачественно, либо очень много вы его нанесли. И это показатель того, в общем-то, правильно же найти его или нет. Если его много, вы будете накладывать анальный френ, и он будет скатываться. А нахуй будет скатываться силиконный. Да, я дам попробовать. А какой лучше, скажите, используете силиконный или силиконный? Если кожа жирная, то как вы думаете, что перекроет? Ну, это силиконный. Конечно. Если человек не хочет накладывать базу, у меня тональный френ, и я больше не хочу, то используется тональное средство, которое используется именно для... Оно считается вот в этой бутылке, в которой он берлин в больших. Вот, например, клинист, а тут типа хай-тек, видите, типа лёгкий. Вот этот клинист, он идёт как благоотталкивающий, да? Водостой. То есть ныряем в бассейн, и снат, как сгустая вода. Поливая дождь, и весная, как шла, так идёт, ничего не течёт. Вот, но так как у него вот это есть силикон там присутствует внутри, да? То есть он уже здесь тоже матирующий, и его можно использовать для жирной кожи. В обычной дождине. Просто человек, у которого жирная кожа. Вот, степень покрытия примерно указывается у вас, когда там, 20, 30, 40, примерно 6. Да, у него высокая степень покрытия. Это он достаточно плотный. Его можно нанести разными методами, за счёт чего его растянуть. Но он достаточно плотный, за счёт того, что он водоотталкивающий, за счёт того, что он с частичками силикона, он достаточно плотный. Вот этот, этот с меньшим процентом перекрытием, но он очень тоненький. Но его, если нанести с пользой набивающими движениями, вы можете его нанести и очень плотно. Но, когда надо, вы можете его нанести так тоненько, что он просто слегка выравнивает цвет лица. И это такой нюз, макияж без макияжа. А ты через кисточку лучше наносить для тонкого? Да, сейчас расскажу. Вот эти, конечно, лучше кисточками наносить, но их можно наносить также спонжами. И можно также наносить ещё, всем известным методом, это спонжами, руками, конечно. Но у нас три метода нанесения. Спонж, кисточки и руки. Больше пока вроде ничего не придумали. Перманентно? Нет, не перманентно. Это аэрограф. Аэрограф, правда? Перманентный растворян. Да, аэрограф, да, с чем это попробовать, телекончик на руку, вы уже почувствуете, насколько он скользкий. Что вы пробовали, да? Это оно уже лучше, конечно. Для возрастной кожи. Какой лучше паза? Для возрастной кожи? Ну, конечно, селекон. Да, мелкий, он не перекроет большие, ни в коем случае. У него нет такой задачи. Но более мелкий, это он сработает. Именно вот как выравнивает ещё состояние. Ну, опять-таки, смотрите, в основном, в принципе, чем отличается кожа взрослого человека от них взрослого? А от того же чем? Как вы выработали сухоладин? Морщины. Хорошо. Морщины, чего появляются? Да, это влажные. Вот. Нет воды. Поэтому силикон, он же является матирующим, да, чтобы он, смотрите, по состоянию кожи. То есть, если человек за собой ухаживает, и у него там, вы видите, что там были крема, и тро-то-то, если вы видите сухую кожу, не надо силикон, да. То есть, лучше её увлажнеть. Потому что вам, опять-таки, с ней работать сейчас с тональным средством, и если она сухая, потрескавшаяся, там, где-то даже в каких-то местах, то, в общем-то, это будет внешне отражаться на некортиках каких-то... Свернуться, ну, он может просто застрять все-таки в чешуйках, и вам будет сложнее работать с тональным кремом, но тем более с коррекцией. Потому что если ещё жирную коррекцию вы сможете как-то подогнать, а потом запудрить в конце, то если вы сделаете сухую коррекцию, оно как-то взорвётся в эти сушинки, но потом это пятно вы его ничем вообще не увидите. Это только вытирать, опять увлажнять, опять наносить, всё, 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 короче, с самого начала. Вот, но лучше этого избегать. Вы если видите, что пришёл клиент, который, потрескавший, уже потрескали губы, или там он шёл себе десять раз с носа, тёр от насморка, у вас увлажняющая база, у вас должен быть какой-нибудь из-за наследствия, аналитиковский, французский бальзам, нанесите на сухие губы сразу бальзам, на нос, крем, чтобы он пока лицо готовится, чтобы он есть подкис, размяк и подготовился больше к макияжу. Потому что можно так, клиент, это же такой вообще чудак, который вечно куда-то ломится. Ему всё время, вот у нас осталось 20 минут, он ещё на 20 минут опоздал, и он может вас ввести в состояние суть. Первое, что нужно делать для женщинства, это абстрагироваться. Потому что вы сделаете макияж точно так же, как и спешка, только за определённое количество шагов и за определённое количество времени. Если вы знаете, что вам на макияж надо 40-50 минут, суета добавит вам ещё минут 20. Потому что вы внутри от беспокойств, которые вас ввели, вы будете не знать, за что браться сейчас, потому что на 10 раз уже ответила на телефон, и это. Тут нужно быть просто порядочным, делать всё по порядку. И не забывать базу, и демакияж, если надо, и очень подготовка лица. Это просто мега-мега-мега. У нас есть даже такое средство, оно, в общем-то, заселитель пигмента. Есть пигменты, вот, цепочки, да, которые можно... Такой, скажем так, очень пигментированная, блестящая пудрочка такая, да, которую можно нанести в сухом виде, а можно нанести в мокром. Когда мы находим намёты её в мокром виде, она очень плотного, красивого, яркого цвета. У нас вот есть такой усилитель пигментов. Подготовка лица, она, это, ну, 80% успеха, ну, 50%, 40% ваше умение, а то и 25%, а ещё 25% ваше обаяние. И то, как вы выглядите. Если так всё разбить, но подготовка лица, это очень-очень важный момент. Вот этот усилитель пигмента имеет, хотя и такое воленистое состояние, но у него есть такое свойство подсыхать. И, в принципе, в определённый момент, когда вы видите какие-то очень большие складки, нужно, например, сейчас что-то подтянуть, то можно нанести на эту зону вот этот усилитель и заставить человека не моргать там пару минут, чтобы он подсох. У него, как бы, она так вот подтягивается, то есть эта сучка подсыхает, она немножко натягивает, за счёт чего уже приобретает такой, как бы, блеск такой, но, скажем так, как это, моментальный лифтинг. То есть на каких-то определённых зонах можно делать вот этим усилительным. Так, ну, в общем-то, по тону мы уже подошли, да, к тону. Тона вообще существует по направлениям розовые, персиковые, бежевые, да? Розовые часто используем? Нет, нет, люди, вот у нас тут белокожие, там, девушки, не знаю, даже один, кто-то может быть. Может быть, вы могли бы пользоваться таким, не знаю, это он, скорее всего, бежевым. В основном мы пользуемся бежевым и желтоватым, да, это абсолютно нормально. Есть ещё очень жёлтые, есть ещё более тёмные, но это всё зависит от бренда, который выпускает косметику на разные части цвета. Если он выпускает это на Индию, с Китаем, то, естественно, цветовая палитра там в основном жёлтая, оранжевая и так далее. Иногда можно применять такую оранжевую основу, тономный крем, флюорит, тем, кто курит, и вы видите, что зелень в лице. Вот они зелёные, но не свежие, такие совсем, не совсем. То есть, если бы ты задавал тебе зелень розовой, то он вообще получится такой монстер-хай куклы. А беж, ну, он опять-таки, если он и так сам по себе, земляного цвета, зелень, ну, ещё и беж туда, то есть, ну, тоже ничего. А вот когда вот этот золотезная лепептик присутствует в одном тоне, он добавляет некую жердинку и такую, ну, в общем, в общем, жердинку какую-то вкушку. Ну, бывают такие лица, иногда перезагоревшие какие-то, да, тоже засинивые. Но это не потому, что он перезагорел, а потому, что он меланин так работает. У одного меланина он такой весь золотой ходит все лето, а вы загораете, 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 загораете. Три раза сгорели, в итоге у вас чёрный какой-то уже загар незамятный. На лице лучше вообще не загорался, потому что пигментные царства пошли и так далее. Вот, но знаете, что абрикос и какой-то такой оранжевый оттенок, какой-то маленький чупичек, возможно, маленькую бутылочку какого-то пигмента нужно с собой иметь, чтобы освежить лицо заядлому курильщику. Но это опять-таки, если это перевелный вариант, если вы работаете гримером на канале, и у вас есть задача собрать вам какую-то косметику, то вы должны знать для чего. Вы же не просто для себя учитесь, правильно, в макияжке. Вы же собираете стать соличными. Вот, тональные отельства, где они, я так уже сказала, это более лёгкое состояние, вы сможете попробовать, да, то есть с помощью ручка, но это более плотное состояние. Можете не выдавливать, а вот я сейчас покажу, только когда вы выдавите. Да, это 23, это 23, да, да. Да, да. Да, у нас всегда это предложение на открытых уроках, когда к нам присутствуют студенты, дополнительное число. Да. Да. 10%. Ну да, как же накладка. 10%. Вот. Преимущества коррест-берлин теней. Во-первых, то, что тени высоко сегментированы. То, что я говорю, когда вы берёте малое количество макияжки, кладёте её и вы видите сразу цвет. Да. Ну вот это классно. Первый, какой вы мне дали? 23? Да, 23. Палитры очень большие, они не цветные, такие яркие, вообще нестеченные. Да, а девочки тут пробовали, более натуральные. Угу. То, что это всё. Да. Вот это классно. Да. Да, вот это классно. Лёх. Вот это с манинка. Ну это, наконец-то. Ну да, это гримерный. Да, да. Так вот, романтика. Так вот, романтика. Это, как бы, это, как бы, это было, и, так вот, их, тут, там, поджигание. А, так вот, это, как бы, это было со мной. Да. Да. Правильный эффект. Правильный эффект получится, в том случае, если по цвету колоритики вы все сделали так. То есть, если вы, в любом случае, те тени в чем обоисмешивать, накладывать, шоу пункт веков как в пункт в в в в в в в я так на съемку начнется а м ну вот так как а как в как водитель в в в в в в в в передать как в футболе данная нет нет в . . . . нет в этом году как это я в в в в в в в петля так а так м на месте да мы тут вообще ничего не видим я вам расскажу не надо как правило как правило в 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 м нет а но и культур у нас нет на глазах да так и так как это было яблоко а пока а мы а и так м вот так м м м я пока в этом плане я работаю партнер да и м в рамках как вы видите, кого-то диалурон? Ну не потому что, а потому что в природе так сложно, что у нас вырабатывается меньше эстрогенов, да эстрогенов? Да, эстрогенов перестает вырабатываться, поэтому не вырабатывается диалуронка, не вырабатывается колодельный осан, кожа теряет упругость, эластичность, влажность, эластичность, они в три стороны насыщенные кислоты, то есть корызий зерк. Ну не вожди, он в карте у вас продается, лучше лососевый и все. Так, вот этой. Нанесем более тонкий для жизни, да? Да. Все эти смехи еще куда-то сегодня? Да можно. Да. Ну, допустим, мы нанесем равносторонко, чтобы это было, по цвету я беру здесь, светленький, это даже единочка. Торт пробовать всегда вот здесь, на вот этой зоне. Потому что это самая такая зона, на которой видно. Ага. Правильно ли, по цвету будет и другие. Вы можете три полочки разные нанесли, даже если магазины себе выбираете, или вообще где-либо, где можно попробовать продукты. На себе нанесли, на себе на себя, да? и движение не похожа, если вы посмотрите. Оно вошло в цвет или нет. Вы можете просто вылезти сильнее, вылезти сильнее. А нам максимально нужно подобраться на сон, для того, чтобы не сделать маску. Иначе на фотографиях вы будете выбирать белое вообще загорелое и так далее. загорелое и так далее. Да, он очень, он такой пористый, воздушный, очень беленький. Потому что кисточка может вызывать разного рода ощущения. Да. Ну, тоже можно рассядывать сон, вот так. Можно набивающими движениями. Это марки Париж-берлин, да? Да, это Париж-берлин. На самом деле, кто очень часто пользуется, по маме, в ресторане, я его развезу, чтобы делать какие-то какие-то, как они знают, какие-то, как они работают сейчас, как они в косметическом направлении, а это ним открыть на границе. Они в том, для ноги, мак, не берутся? Да. Почему? На самом деле, он не делает. Может, потом, не очень. Да, когда они работают. Этого, вы должны не делать. Так же, как они стали править. Мак, косметикой. Да. Это больше, чем у меня, восьми, темно-то, да, нет. это больше панта здесь немножко вот, скажем так, вот здесь достаточно ровный цвет лица, ровный окош, да, и не нужно покрывать здесь плотно, здесь ничто не смещает, здесь такая зона, которая, прежде всего, она жерна, она может краснеть, у нас здесь будет кафе суда очень много, здесь там кто-то вообще излишне может покраснеть из комплимента, то есть нам всего надо, что такое макияж, мы вот делаем мастеровку, мы мастер-лимки, нам надо замаскироваться, поэтому, вот в этой зоне я больше, ну, растягиваю, а вот в этой больше набиваю, чтобы он был плотнен, растягиваю, так, очень хорошо, то есть, а набивающими движениями вещи его можно нанести очень плотно, и он у нас совершенно нормально, в том числе, собственно, но, и недостаток более просто, очень быстро что-то Strange, как бы показывать, сп Weger и начинают Екатеринга, для того чтобы вы не Toch делали, что мапки нет чтобы было еще как бы шансов справиться да, но если вы уверены уже в том, что вы делаете но мы же на самом деле мы видим с этой стороны есть ли мапки на шестой мы не видим очень опасно опасно как для малых выдержки, так и для кодиловоид, потому что это свойство гарминальное такое, если здесь достаточно муравленькая пищевая зона, то не наносите готов вообще. Постарайтесь нанести там просто вокруг, и где-то там потом остатками тисточки аккуратненько на тифопроводе, если там действительно не нужно. Потому что, по сути, если пушковая зона активна, волоски все покрасятся, а кожу даже не может не достать. И для того, чтобы кожу не достали, она же имеет свои розовые сосудики, и наполнить всего однотонного лица, появляется розовое, вот такая какая-то там, заугадшаяся с Центрами. Ну поищем. Вот это, кстати, можно либо совсем до слова сюда добавить, либо приобретать. Ну, а здесь беденки до влаш.. Акетвертство. Я тоже беденка. Акетвертство. А я макияжу все. он должен тем, что у него здесь есть кофе, который позволяет вот такие очень труднодоступные места, не применяя там какие-то дополнительные клещи. Не забывайте томировать вот эту зону, где у нас очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. То есть, оно было однозначно, а в общем, смотрится, что мы начинаем смотреться, студент тут не положили, которые красные межли. Что вы пробовали уже на уроках? Расскажите. Прежде всего на таких уроках и занятиях, почему это обязательно начинать, потому что у вас еще как не уже зажить, так нет чувства неры. Ну да. У вас тонального крема уже, ну там, я не знаю, 5 тонн походит. Походит. Ну да, он-то уходит. Вот. И вы смотрите, сначала он как всего там мало, а потом смотрят, уже не понял, уже много. Особенно много, кажется, не сразу, а когда уже взял макияж, а когда уже взял макияж, а когда там была уже пудра, корректная, ну да, то смотри, вот такое лицо с макияжем. Ну ничего, это очень нежно и тонко выравнивает лицо, сразу в уход, свежие шакетки, точки. А вот, ну, вы же разными техниками наносите, вот вы как профессионал, видите разницу во времени, когда вы наносите спонжиком систочкой, допустим, и руками. Ну да, руками. Ну, просто я так к тому виду, что все-таки, наверное, спонжик, это достаточно надолго пера суметь, и это, ну, вымедляет процесс. Но, в основном, никто не врубит, чтобы затрогали руку. Ну да. Ну, это, это когда уже ваш, ваш доступ к клиент, и, потому что это просто разные, ну, это не унесение, это еще разная, разная позура. По одной простой причине, что мы вот везем вот здесь территориально. А в Европе вообще не принято вот этим всем уносить. Они нам это все руками. Они все укладывают руками, у них школы есть, которые обучают только руками. То есть это потому, что вот у них все это, в общем-то, нормально считается. У нас это не очень считается нормальным, поэтому как вариант в том числе, на свете у нас все работают и слоем, и слоем. Во-первых, да, вы руки можете там продвинуть, инфицировать, и это. Тут вы еще с улицами нагрелись. Ну, у вас ноги длинные. Ну, блин, заесть. Лучше возьмите слоем и аккуратненько потыкать, чем заехать своим носом в глаз. Ну, это такое, что дебюты должны ничего не красят, ну, малыши, руки и руки. Потому что, опять-таки, мы работаем всегда руками, мы всегда что-то поправляем. Вот. Ну, в общем, в культуре страны у нас не очень принято работать легко. Да, вот мы видим, что вроде бы мой тонный клим, но вы видите, что по сути, можете встать посмотреть, по сути, не вижу самого финального клиента. А это очень важно. Иногда, конечно, не стоит стояться на вот этой площади, да, но мы всегда должны думать, что мы, во-первых, работаем здесь не для фото. Это совершенно другое место. Он здесь перерывается. Можно не бояться. Здесь очень много съемок. Сейчас вот эта зона, вот я специально не тонировала, потому что здесь было бы много разницы. В общем, когда она сидела с обычным цветом кожи, не было такого контакта с сосудом и все растяги. Ну, у меня все-таки, ну, были хорошие, сильно темные такие, некоторые светлые, а у меня темновато. Да, Коля. Вы были сейчас просто походы на пусты, как по лестнице. Ну, просто как на фоне данного крыма видно, что оно как бы выразено. Вот я вам говорю как раз про ЛТ-эфербиона, что чуть-чуть недавно, здесь эти красные тяги будут видны, особенно здесь это телевидение. Камера вообще тупая штука. Она знает вот красненький, синенький, зелененький. Я на любой красненький на вашем детстве покажу. Красненький. Зеленкий, синенький. Если вы туда ничего не положили, он покажет этот красный нос, который она вытрет руками. Почему ей перед детьми надо обязательно там еще раз чем-то обязательно это маскировать, потому что если у нее надо, то она будет сидеть в красном носе. Чуть-чуть сосуд будет пробиваться, камера покажет этот сосуд в 10 раз в 3 минуте. Причем так же, как она угрыше, это где-то там снижать силы, эти баскады. Причем так же, вот эта материя. А для телевидения надо чуть сильнее, она не смущена, плотная более. Для телевидения сильнее. Вот этот большой, да? Конечно, снижение плотнее. Да, можно, можно, как бы, когда у вас очень хорошая кожа, она, как бы, по свету, да, нету боль, и шивёт более такой кожной проблемы с тем, что, если она просто не может быть. Но это значит, что очень легко сосуды. Это глина. И хотя бы, если она так более сложно, снижена, и выносить такой, более классный, может быть, так много. Но точно так же, это точно. можно точно так же плотно, но не сильного, просто с поддельными тронами проработать обязательно антиферном. Есть такое понятие, как антиферн. антиферном. А, да, антиферном. А, да, антиферном. Ну, это, как бы, вообще, тёмная цепь, типа, если спросовку вот так вот переводить, на само по себе название обучить, загружать ответ, антиферном. Антиферном. Да, поэтому вот эти все сосудики. все синие глазки, все сатуировки. Вот у меня такой сосудик. Я буквально его перекрыла. Где покажите? Я так надевала его. У меня большой локации. Покажи, пожалуйста. У меня большой локации. Ты тоже, я могу его даже открыть и показать, как он. Он достаточно виден. А, вот что касается перекрытия, вот спрашиваю. Высокая ли плотность перекрытия тонального крема? Несмотря на то, что он сует, у него высокая плотность перекрытия, потому что вот я беру вот какой-то маленький остаток и набиваю очень просто движением. И он немного перекрывает. А если затем еще чуть-чуть подсохнуть, ну, буквально, там, да, еще чуть-чуть взять, и еще сверху нанести, он еще плотный нанести. Поэтому сказать, что нанести совсем тоненький, я не могу сказать. Но он легче по факультуре, чем вот этот водоспроектия. Ну, он как бы для каждодневного хороший. Вот этот больше хороший для каждодневного, да. Но у кого же одна кожа, может и вот этим, вот этим. Вот. Поэтому, когда мы выбираем сюда каких-то зон, которые, например, не пересываются уже тональным кремом, чтобы не накладывать очень много всего, да, то, например, вот эту зону я даже никогда не заморачиваюсь. Если я знаю, что я буду вечером идти куда-то, я беру антихер. Очень тоненько наношу тонам отверстия. И не набивала уже тонам отверстия, потому что я шел везде тоненько нанесла, потому что не будет у меня в одном месте толще. И наношу очень тоненько антихер. Он нанесла для нато, что тонкий, и у него очень высокая степень перекрытия, очень высокая. И наношу очень тоненько нанесла для наношу тоненько нанесла. И попробуй сейчас. Это он как корректор идет, да? Да, он идет как корректор, только корректор, корректор не тот, который... Ну, корректор, который тоже те же самые красные, пятные, в принципе. Да, да, да. Только тот плотный, а это будет как... Да, да, да. И нам не всегда нужно здесь не плотный, правда? Иногда, когда это там телевидение, он сидит там чуть 20 метров от камеры, ему и... и хоть, не знаю, какой плотный, он нести дубовый, да, и ничего не будет видно. Главное, что в общем он сидит красивый. Но когда это будет жизнь, у нас сияж вы кому-то делаете и не верстый, то это вообще более подходящий вариант, и более тонкий. На какой плотный плотный, да? Главное, как он чуть-чуть хотя бы берет, а вы только проходит. Его можно, наверное, приносить вообще. Да, но если его набивать, он будет буквально сразу перекрывать. Ну, это надо просто учитывать цвет, чтобы понимать, какой-то график. Да. По оттенкам они идут все разные, светлее с ним. И, конечно, зеленый. Зеленый все перекрывает. Красненький. А если у нас все лицо красное? Вот красное. Да. Красное. А если у нас все лицо зеленое? Да. А если у нас все зеленое, не перекрываем. Нет. А базу зеленую? Ну, можно просто взять станавлив крик и подмешать вот это в объединение. Ага. Поговорим. А вот с этим не всегда одна база. Зеленый все. Она же большая, а куда вы будете ее использовать. Вот такой штук вы будете куда-то подмешивать в любом случае, куда-то накладывая там. А когда бабушка база, не очень выгодна именно к объединению. База такая, они фиолетовая, оранжевая, на цепях для разного направления. м а а а это очень красная не перегружайте тональными кримами выберите тональными кримами маски вы видите, а это зона не маски потому что вы можете тональными кримами потом на маске ассерми потом вы накладываете все старайтесь и следить очень сильного насладения потому что в этом месте будет вот такая туча лучше тогда взять весь панельный крем а тут на это место панельный крем подмешать вот этот и сделать маленькую какашечку на руке которая уже была с зеленым пигментом да т.е. чтобы особенно это касается какого-то более макияжа такого не телевизиона т.е. я говорю, на телевидении все равно тучу налаживаю в этой стороне, тучу в этой если его так в камеру, то ничего не видно а даже когда в камне, когда он совсем один два, все видно сколько там всего но он так же никто не снимает в любом случае, вы все равно даже клиент или на клиент, вы все равно не пропускаете к себе и в их счете и в будущем ну и в данном случае еще здесь свой пополнить фрональный рассвет и чуть-чуть остеять бывает фронтов вот купил, но не очень удачно но вот купил он какой то подсушивает то ли ну понятно и все так забивается суховатая кожа как-то себя неадекватно кожа ведет вы просто ее не припудривайте это тональное средство и походите с ним покатитесь пускай она проработает кожа подышит у вас выделяется свой подкожный жир и оно немножко может осесть но в любом случае если он не качественный он сразу забьет собой все дырочки то есть сейчас мы когда смотрим она вся ровненькая а когда она на цвет не очень хорошего качества вот как их в общем как убили вы типа растянули, растянули а вот в глубоких вот таких вороночках там микроволосиночки растут тональное средство забилось все остальное как было розовое так и вправо вот это я знаю вот мы были недавно я попробовала в магазине да это я думаю что что они не хотят в этом году не выходит в этом году все хорошо вот если мы в общем так жизни если мы на телевидении есть то мы можем взять вот такой калитру антисермы в которой он тоже есть покажи я покажу для вот в в в в в в в в и но а опять таки они отличаются по оттенкам да эти более холодные и видно что здесь везде подмешаны во всех, да? да, он подмешан да, а это больше у кого очень теплая кожа то даже видно китайцы здравствуйте значит мы в основном вот этой пользуемся в основном этой но и этой тоже, потому что смотрите какие светлые хорошие мы темными вообще достаточно редко это тоже можно использовать да, у меня больше на лето такое да, это вообще вот как матовая помада а почему нет? почему нет? она розовая розовая, высокоприспезентированная никуда ничего намазала пошел что одно, что второе смотрите такие отличные почему нет? все можно использовать куда хотите не обязательно помаду использовать как помаду у них все равно здесь где состав вот крем пигмент там в помадах несколько другой состав потому что они там должны тянуться плыть, плыть блеск и такое иногда когда нужен точный макияж можно одну помаду сделать то есть вот это макияж вот это есть макияж 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 технология макияж 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 которая цвет отражающие и сияющие и когда хочется такие красивые блеск глазки то можно взять его они очень удобно сейчас модных сенденциях можно нажать сенточку она типа выдавится но лишний раз уже не нажимать потому что выливает в смысле достаточно много все а будет в в в не м и потому что это потому что и это в в в в в в в в только подглажен надо а на вкупе в в в в в в в в в Продолжение следует... и это и а вклад в том числе не так так м м еще он хорош тем, что когда вы его на нотике этот клиент не говорит, смиренно сидит и он не с моего тоненьким слоем, а вот он и оно подсыхает оно не остается как катанальная клетка более осуществляет оно подсыхает более такой пудрированной подтягивает кожу, да? оно не то чтобы подтягивает кожу когда в свободном и спокойном состоянии вы нанесли капиллер и оно в этом состоянии вытохло он будет себя вести очень долго, хорошо на глазе по отношению к морщинам если оно в это время там не моржало, заварило, чихало то это надо аккуратненько рассушевать и там припожить чтобы главное не перебил делать потому что когда морщинка сложится вы уже сложится в зору морщинка самится пусто и все работает он достаточно сложный его немного надо поэтому где вот в таких небольших форматах потому что его немного наносить не нужно получается что это мы наносим уже на основу правильно? на тональную и национальную крем да для жизни не обегательное для макияжа фото, видео да просто в данном случае девочки хотя там вроде бы и есть круги но они не такие чтобы там накладывать и тональные отрезки туда и это все вот ты смотришься интуитивно то есть если там вы реально видите черные глаза вот соединяясь, не знаю, что-то взял очень достичь но черные глаза только и тональные отрезки и все мне по себе надо очень хорошо выглядеть не важно, что там что лежит а некоторым наоборот у них все такое ровненькое и ничего не надо но вот эти места, вот эти вот, о которых я говорила да вот эти, вот эти они чаще всего с ними ну все просто там естественные тени еще сосуд там всегда видим вот с помощью конфиллера это очень легко вот еще хорошо, что у вас уже брови были зеленые зеленые все зеленые м м м а м в в в в в в в в можно было то есть как правильно когда, например, речь идет о карандашной технике, которая там последующая будет или там придите к нам на повышение квалификации вот у нас 26-27 числа будет карандашной технике 200 лет на семинар одна из сильнейших преподавателей Украины и вторая девушка чемпионка до его с прошлого года пока вы нас приглашаете, а то мы хотели звонить вам да, приходите для вас для студентов, где обязательно пошла на скидку мы обо всем договоримся так, что вам это было интересно вообще он стоит такой гривен день но я думаю, что можно договориться, чтобы эти деньги так же в прошлый раз, да? да когда мы придем вы представляете, сколько стоит у этих мастеров в мастер-классе ну, да он зовут именно, я говорю да, да да, да 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 и вот когда идет речь о карандашной технике я вернусь, да попросту да там надо хорошо, чтобы ложился карандаш и основа была ровная поэтому там накладывается все и база, и экономная средства, и пошло-поехало можно только в чистую листь мы должны рисовать как чистую листь база, которая для сегодняшнего она подходит нет, нет она у нас очень тоненькая и вот эта зона, которую вы даже смотришь в тебя даже не надо подоставить это от того, чтобы тут в расстроении что осталось так аккуратненько за накладывающей движением, тогда, что бы она где-то там посчиталась ну а тональный цвет, я там, смотришь, аккуратненько это получает с отработкой но модели если мы соберем большую группу мы добавим еще один день чтобы мы все поместились если будет 10 человек и 10 моделей в группы мы уже делали столы каждый стол на два человека теперь скатаются и тут у нас работает раз 6,7,9,10,11,12 но это достаточно много но я думаю что больше десяти никто не будет набирать а если вы будете хотеть а я вам говорю это просто считательно и улыбка тема это просто мега мега такие очень подробно объяснять почему руку сюда не поставили почему это и вот если что разобьемся на две группы и сделаем на день вот и вот я говорю если это карандаш то мы наносим и базу это нам нужно все все можно все это делать при пуде какой-нибудь большой классной кисточкой пудры у нас есть рассветчатая и пудры есть такие собаки то есть ну разница по концу опять-таки где-то будет чуть-чуть трем и она в более твердом состоянии или с такой по свету в общем то здесь больше скажем так можно подметывать можно купить какие-то три основные самые светлые какие-то и подметывать темные можно играть можно играться и в палитрах кисточкой смешивать и светлые это абсолютно нормально когда листажер подмешивает пудры потому что у нас есть скульптура листа и нам нужно ее показать потому что если это будет чисто лист бумаги это будет вообще никому не интересно и это монголоидный тип когда все не шкулы и ничего нет просто такая ура и у нас есть европейские техники здоровья и носик да пудры очень хорошо перекрывают и так как они одного производителя и то это конечно хорошо потому что любая фирма, чтобы она не запускала она, в принципе, старается сделать свои продукты между собой все читаемые могут даже наоборот что-то там с другой фирмой оно не контактировало чтобы с ними друг друга отталкивали потому что есть такая штука мы нанесли первую другую фирму она одна со мной прилипла отлипла, но дело осталось и стоим, ну что делать и это все может да, но это что касается снижения а что касается схода я не могу сказать так однозначно много сроков есть по расходу он великолепный по плотности тоже они даже не расцепаются внутри сильно, да? да, они даже падали да, они очень... ну вот эти, конечно, они более такие вот она есть прозрачная у нее такое, хотя белое состояние как оказалось, да, это белое но она на коже ведет себя как прозрачная такая тепловидная и от нее такое более фарфоровое состояние лица это как прозрачная 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 ага класс я консилером показала что можно здесь нанести хайлайтер типа как хайлайтером сработать а сверху припудрила то есть он так и был незаметен пока он был без пудры, да? да, без пудры а так ну это не все равно страшно любая синтетическая цепочка ты вправе так ну пудры хотя вот сейчас уже появился синтетический который как берем это вы провели или нет именно сколько вы знаете что вы знаете поэтому когда вам скажут нет только натуранные они есть и такие и такие и такие и такие с правами жизни нет в вашем как бы в вашем кейсе в вашем числе вы обычно такие мастер классы мастер я я мастер классы пока не проводу я работаю на базовой школе в час а а а я считаю чемпионат вот так как оно очень зоно, то я увидела, как оно лазится, хорошо, и у нас глазок, вот это бывает очень, что он на этих местах достаточно, что все-таки не видно, где можно глазок и раскрывать, как это еще и все-таки лучше. Опять-таки, почему не открывать, потому что по вкладочке 5 раз нагнет, и у нее будет забита здесь морщинка будет забита канальным цветом. А нам нужно его зафиксировать, и зафиксировать его с удовольствием. Вот он такой более лохматый кусочек. И буквально там пару секунд даже соберем немножко. И сразу зафиксировать. Она потом со временем все равно может, пока вы делаете мошенщик, пока вы там не наложили, не рассумолили для детей, ведь она может где-то там собираться. Вы просто берете аккуратненько кисточкой, и аккуратненько кисточкой, и аккуратненько кисточкой, чтобы она была хорошенькой. Расыпаем. Такая же история здесь. Мы чуть-чуть можем перефиксировать. Здесь вот здесь просто по-моему, и все. И мы можем перефиксировать. Я очень люблю жирную коррекцию. Сейчас, так как мы уже зафиксировали все пудры, то есть жир жирно не получится. А жирная коррекция, это когда мы используем жирную фактуру. И вот такие вот. Да, вот такая вот полица жирных корректоров. Это тут есть пудра. От цвета их темной, да. А вот есть такая жирная. Это уже без пудры. Ну, все хорошо. Это то есть мы можем этим сделать полностью скулы, и все. То есть корректировать овал. Потом зафиксировать прозрачненькой пудрочкой. И все, все готово. Получается. А где жирный на тональный крем или как бы в фиксировании? Это место. Можно в место. Можно на. Корректировать. Такого нет. Единственное, что когда на, его много. Да. Но не будет всегда, что этот тональный крем можно лификсировать. Но он по фигменту. То есть я раскалю. Ну, это у меня все равно совет. Ну, в данном случае я уже не жирная. Это как бы вы бояли. Простой вариант. Для коррекции у нас кофе-ные кисточки. Они используются. Вот такие. Мне очень удобно. Потому что они сразу задают направление. Угу. Просто когда она кругленькая, да. То есть ей тоже можно. Но ее так и хочется как-то так. ощупить. Чтобы где-то обладать больше, а где-то меньше. Когда она круглая. Когда она уже готовая. Она идет по рисунку. То есть вам остается просто добавить. на нее чуть-чуть цвета и все. А где она только в кухне или в кухне? Нет. Ну, как бы всю коррекцию нужно ей сделать. Коррекция это коррекция. Она делается в виде. Подбородок. Для каких-то часы и тела. Можно взять. Берутые. 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 Вот я беру сразу две, да. То есть у нее по фактуре. Достаточно плотные. Но ложатся очень легко. Вот она на эффект. Эта темная была очень темная. А цветы очень серые. Гarios. Гores. То есть у нас корректорами нет задачи нарисовать румяна. Нам нужна коррекция. мы открываем доставки и коррекция совсем рассыпьте но я сделаю сухой коррекция это скульптурирование мы показываем коррекцию выбор в 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 ул но это самая верхняя в сфоте в сфоте в сфоте в сфоте в сфоте вот так понятно как они в сфоте в сфоте в сфоте у нас есть такая вот хрящевидная такая зона, которая несколько так выступает и ее важно немного затемнить если у нас нет задачи затемнить, она что-то была видна но ваш глаз, который делает общую коррекцию, когда вы корректируете высоту, он будет видеть, что вы туда положили, а тот глаз, который не видит, что вы делали, как раз не возьмет, а сценты, которые в общем-то торчат покажи те зоны, которые вам нужны показать вам неопытный глаз который просто будет, видит то, что надо красить да и так как матик у нас красивенький у нас есть дни на у у у у у у у у у Подбородочек выцепляю, но вы видели, что я сделала темным корректором вот такое движение, да, которое нет, хотя у нас нет робот-подбородка, но за счет того, что мы утерем чуть-чуть глубину цвета, глубину тоненький будет больше точеный контур. Ну, опять-таки, это сухая. Вот это светлый, а у нас достаточно сажатый, потому что если брать пропорции листа, то чтобы вычили, да, то вот эта часть межгробная до начала роста волос должна быть до губы, и от губы вниз. То есть на подбородке не хватает чего-то принять. Поэтому мы можем здесь выцепить, а здесь выцепить. Но так как я тут выцепляю, я прорвала вот эти межгробные. Чуть-чуть будет точеный соляк. То есть коррекция – это не веку, средство, которое уже окончательно смотрится как румяна. И у меня, например, у меня, наконец, коррекция – это скульптурирование лица. Это то, что, когда мы смотрим на фотографию, где 30 человек стоит на сдаче диплома, 30 – в вашей группе, 30 – в другое, 33 – еще в шапках, в черных майках, и вы видите себя. Почему? Потому что вы видите игру свет и тени, вы видите светлые и темные пятна, вы больше ничего не видите. И вот то, что делает коррекция, это вот она вот как раз культурирует этот светлый и темный жар. Вот. Вот. Так. Это вы долго еще? Нет. Ну, то фото у меня успеют, но он уходит. А, да. Успеет? Да. Вот так. А ты с шоколадкой вернешься? Ну, с ножом можно найти. Вот такой метровый. Таблерон. Метровые гамбургеры уже есть там или что там, пиццы. Таблероны большие. А у нас еще одна была палитра такая. А вот. Нет. А у нас здесь это были рассветы? А, их тридцать было вы показывали. Три? Да. Три было бездит лежала и обмогу руки взяли туда положили. Три инистра. А, была такая натуральная ее показания. Это какая? Она была двойная. А вот, вот это я не показывая. Я вот такая стреляю к нюня. А, вот эта я не съела. А, ку-ка-ка-ка-ка. в полуку в кубе в мгновенно в куб авторе в и в в в в в в в в в вы можете не скорректировать лицо, тем более, а покупать румяна, да? То есть этими тенями можно работать как тенями, как корректорами, как румяными, и подвешивать помаду, если надо отковырнуть блеск, то есть тени подвозки. Можно делать подвозку, но подвозки есть отдельно, они более плотные. Вот как раз подводка есть, она как камушка, она даже по-любому можно доберется на водный сезон, очень-очень большая. Но если ее, например, нет, то можно намотить немножко, пусточку. Если будете отмочить, пробовать всегда тени, которые... вот там, вот там, вот. Маша сезон, да? 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 Берите скрыт. Так это не егость, тем более пусточкой, и прям по срединке. Ну, то есть, да, то есть, знаете, сезон, вы сюда все свои деньги. Я, вот, подводя, сразу был куриным там. Вы буквально чуть-чуть ее вмакиваете, да, водичкой? ну вот я, да, но это же все таки пудрировано а вы на водичку? да, это ее водичка тут есть маленькая заночка усилить весничный край ну не подбойте, забыли, ну я знаю, мало бы покажите нам, пожалуйста, покажите так как она мокрая, да, вы можете корректировать, ага вот вы ее растянули, вы можете вообще здесь макияж это уже больше работа как бы как акварельная техника, но это очень удобно, когда тени можно использовать в сухом и мокром ну да, главное везде да, везде это очень удобно так как и не надо, не надо, не надо у меня, не надо у меня, не надо у меня с у меня вы вот этот шарлокон безусловно чердак там и так надо не надо да вот темнишечки ну вы сейчас делаете не мокрый эффект нет я сейчас тут просто возьму в этом месте да что понимает м да когда очень очень хорошо но когда начало подъехать в этом году это было не так теперь начинка расположен так так очень удобно но и так раз да не надо просто добро выходить отдельно а по поводу бровей у нас есть замечательные два карандаша три которые как раз пришли в несколько в другом виде но не в обычном карандашном состоянии таком остатки остатки ну да когда так 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 в том числе карандаш если накрасила вы все равно делаете движения с самым острием от таких это не вот вот и вот он не жирный он не жирный а по следу хороший да потому что вот я таки разыкручу мальчики учебы я их не люблю деревянные вот это вот так вот так вот так сейчас мы детей ставим эти карандаши точилки вот я вам в этом увидела в образе чтоб точить нужно было так вот 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 в в в в в в в вот это два ладони это красиво что трогать посмотрите она очень темная а вот видишь вот это два ладони вот это что же такое как правило в ч в 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 вот на все равно видимо я взяла вот даже не вот этот а вот этот такой 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 вот очень да 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 но такой которая не делает воспаленный глаз но как для динамы макияжа это было очень даже достаточно да сразу глаз так красиво стал а в к в 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 таких может так кто видит Вот оно.